Медицинские маски и перчатки снова в тренде. ВОЗ бьет тревогу. Мир накрывает вторая волна коронавируса. В Европе число заболевших растет в геометрической прогрессии. В России постепенно возобновляют ограничения. В Беларуси ситуация далека от критической. Но, говорят специалисты, стоит быть на чеку. Прежде всего, необходимо избегать мест большого скопления людей, массовых мероприятий, общественного транспорта, соблюдать социальное дистанцирование. Также необходимо иметь при себе одноразовую защитную маску или многоразовую. Обрабатывать руки антисептиком, следить за чистотой помещения, проветривать, проводить влажную уборку. Пандемию пока невозможно поставить на паузу. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии продолжают держать руку на пульсе. Следят за соблюдением санитарных норм в торговых центрах, транспорте, жилищном фонде. Последнее на особом контроле. Работы по дезинфекции жилфонда начаты 4 апреля и продолжаются по сегодняшний день. За отчетный период сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии обследовано более 500 жилых домов. Нарушения выявлены на более 120 объектов. Нарушители платят рублем. Безопасность превыше всего. Меры профилактики нужно соблюдать в каждом подъезде. Уборку с применением ДЭС-средств проводят ежедневно. Просирают все от выключателя и кнопок в лифте до уличных лавочек и перил. Под прицелом эпидемиологов и сферы услуг. Особое внимание уделено тату-салонам, студиям визажа, парикмахерским. Словом, местам, где невозможно избежать близкого контакта. Бьюти-специалисты, отмечают эпидемиологи, дорожат здоровьем клиентов. Меры предосторожности здесь соблюдаются. Проводится проветривание, проводятся уборки. Посетители наши приходят в масочках. Мы тоже соблюдаем все гигиенические нормы. Маски, перчатки. Сотрудники санстанции промониторили свыше 130 объектов бытового обслуживания. Нарушили 45 предпринимателей. На дверях двух заведений и вовсе пришлось повесить замок. То есть справление ошибок.